Свежий воздух, сосновый бор, широкая Волга. В одном из красивейших мест по Волжье, ведущей здравницы республики, санаторий Чувашия, ежегодно отдыхают и лечатся тысячи человек. В прошлом году санаторно-курортное лечение здесь получили более 7 тысяч пациентов, треть из них жители республики. О том, как увеличить поток отдыхающих и сделать это место более привлекательным для туристов, обсудили на выездном совещании, которое провел глава Чувашии Михаил Игнатьев. Вы отдыхающие, да? Очень приятно. Да, мы из Нижнего. С Нижнего? Да. Молодцы, приехали к нам. Спасибо вам. Вам спасибо. Каждый день докатаетесь, да? Нет, мы через день. В пункте проката санатория Чувашия всегда много людей. Коньки, лыжи, снегокаты здесь можно взять за сравнительно небольшие деньги. Зато удовольствие от катания получить колоссальное. Не нравится лыжи запрягать орловских рысаков. Ипотерапия в последнее время считается одним из эффективнейших средств при лечении болезни нервной системы. Кроме этого, в Чувашской здравнице успешно лечат заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, эндокринной системы, заболевания кожи. Кстати, именно здесь находится уникальная волжская мацеста – местная природная минеральная вода с высоким содержанием сероводорода. Специалисты говорят, что она гораздо лучше, чем известная сочинская. Там содержание сероводорода в воде – 32 мг на литр, а у нас – 52 мг на литр. Кроме этого, в санатории Чувашия есть все условия для полноценного отдыха и развлечений. Бильярд, интернет-салон, библиотека, тренажерный зал, шашлычные, площадки для спортивных игр. Отдыхать гости могут в современных номерах. С 2004 года проблема с теплом в комнатах решена. Комфортная температура в каждой из них. Во время реконструкции поменяли котлы, сделали бойлерную систему. На девятом этаже только новые комнаты, причем каждая из них неповторима. Благодаря этому, не выезжая из республики, можно попасть на разные континенты – Африку, Мексику, Японию. Апартаменты в чувашском стиле пользуются особой популярностью у иногородних гостей. Пока она единственная, но в будущем должны появиться еще две стилизованные студии. Михаил Игнатьев предложил оформить апартаменты и в татарском стиле, и других, чтобы гостям из всей России хотелось приезжать сюда чаще. Также глава республики рассказал и о дополнительных мерах по развитию санаторно-курортного бизнеса в Заволжье. В 2014 году в реальности санаторий может получить газ. К этому надо готовиться, и тогда уже совсем другая культура будет по всем направлениям, по экологии, по обеспечению пожарной безопасности. Мы сейчас оснащаем все лесные наши службы хорошей современной техникой. за почти два года вложили огромные средства на сотни миллионов рублей. Итоги или кризис пожара 2010 года, засухи, тагильных пожаров, конечно, мы не имеем права больше так, чтобы происходило, мы должны обезопасить. Поэтому населенные пункты сейчас очищаем полностью, чтобы сосны там рядом или деревья не были населенными пунктами Заволжья, чтобы пожарные своевременно отрабатывали все профилактические, превентивные меры. Также глава республики посетил базу отдыха «Волжская деревня». На территории в 4 гектара расположен гостевой дом, охотничий домик для гостей, оздоровительный комплекс. Гостям здесь предлагают свою минеральную лечебную воду, которую добывают из двух артезианских скважин. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика.